Самый загадочный русский суп для иностранцев – окрошка. Что-то вроде оливье, залитого безалкогольным пивом. За гранью понимания. Однако… Очень освежает. Не холодное и не горячее. Вкусно? Все же вкусно в адрес освежающей окрошки сказать могут не все. Мишель, Кип и Зейн прилетели из Калифорнии болеть за Аргентину, но попутно решили познакомиться и с русской культурой. Постигать нюансы местной жизни оказалось непросто. Компот из клубники и малины сравнивают с американским холодным чаем. Может, это ягоды? Вкус неплохой. Освежает. Гастрономический тур. В самом разгаре традиционные оливьяни называют просто русский салат. Про блюдо слышали, но пробуют в первый раз. Немного зеленого горошка, картофель. И что это за соус? Майонез? Вкусно. Там есть сыр? Новые блюда, новые испытания и сюрпризом для гостей стал и винегрет. Обилие овощей, а особенно свеклы, которую американцы практически не едят в своей стране, стало настоящим открытием. Я не поклонник свеклы, и я знаю, что русские добавляют ее везде. Но я не уверен, что это блюдо будет популярно в Америке. Между тефтелей и котлетой Ки поддал предпочтение последнему. Но говорят, слишком пресно. Американцы все же привыкли в каждое блюдо добавлять в соус и специи. С острым перцем. Это похоже на гамбургер. Да, это неплохо. Совершенно другие вкусы и ароматы. Пробовать новое блюдо для них, как открывать Россию. Немного привыкнув к вкусу, гости меняются тарелками, просят добавки. В общем, приобщаются к русской культуре. Но чтобы постичь настоящую Россию, нужно узнать ее изнутри. Решиться попробовать местное блюдо – своего рода испытание. Эта семья из Калифорнии в Саранске практически неделю. Кроме кухни, они точно запомнят местную архитектуру. Какие разные здания повсюду. В Америке многие здания похожи. Дома выполнены в одном стиле. А здесь, в России, каждое здание разительно отличается. И они красивые и чистые. Еще здесь просторно. Семья Шонинов успели посмотреть Москву. Очарованный Саранском теперь держит курс на Сибирь. Чтобы познать такую разную, необъятную страну, взяли большой отпуск. Их путешествие в России будет длиться два месяца. Хотели бы вернуться сюда еще? Да, было бы здорово. Кто знает, может, мы бы остались здесь жить. Развлечения в России. Американцы находят самые разные. Полюбоваться на те же красивые здания, только на колесах. Для активных Мишеля Кипа только в радость. Столица Мордовия оказалась для них яркой и приветливой. В любви к России признаются на каждом шагу. Я люблю Россию! Кристина Мурценюк, Сергей Соколов. Народные новости.